Привет! Кто-нибудь ответьте мне на такой вопрос. Россиянцы не понимают или прикидываются, что не понимают, что если не пойти в военкомат по повестке, то ничего не будет. Я имею в виду тюрьму. Может быть, только штраф. А даже если пришёл, всё равно ещё есть возможность отказаться, то написать заявление на альтернативную службу. Она, кстати, гарантирована Конституцией Раиси. Но если россиянец уже попал на фронт, то уже тогда остаётся одно – дезертирство. Есть, правда, ещё одна возможность, скажу россиянцам по секрету. Это сдача в плен. А дезертирство – это уже наказуемо в Раиси. Но они всё-таки идут воевать в Украину. У многих тут родственники, но им пофиг. Прикидываются овцами, меня мобилизовали, мне дали приказ – врут. Не нужно им говорить, что они могли отказаться от мобилизации или не прийти по повестке. Они это знают. Им хочется повоевать, получить выплаты. Они думают, что в худшем случае их ранят. А так они себе подсчитывают, сколько денег они получат в конце, что смогут прикупить. Они хотят поехать на войну. Хотят. Это их шанс быть обеспеченными в нищей стране. Они этого хотят. Помню рассказ одной одесситки, которая сидела в парикмахерской под фенчиком, а в соседний дом на Пасху 22-го года прилетела ракета. Она вышла в бигудях, в накидке, вся в накидке парикмахерской, вся в кровяке и в панике записала себя на видео. Она говорила, я думала, какой шанс из миллиона жителей Одессы, что попадет именно туда, где я нахожусь. Никакого. А теперь посмотрите на меня. Если бы не фен, под которым я сидела, у меня бы уже не было головы. Так и россиянцы думают, что их пронесет. О собственной смерти они вообще не хотят думать. Им сейчас вливают в уши, как это почетно, умереть за Раисю. Это доблесть, это героизм. Мамочки благодарят, что доставили тело, и она смогла сына похоронить. Представляете? Благодарить за мертвого сына. А у них сейчас рекордные потери. Но им сказали, что потери у них нет, или что там последний раз, как там говорил Кокошенко, 4 или 5 тысяч потеряно. Они в это верят, потому что это убирает мысли о собственной смерти. Им хочется в это верить. Потерь немного меня пронесет. Это снимает с их психики напряжение, и можно идти воевать. Ведь потерь совсем мало. Вот в чем фокус. А про доблесть и героизм говорят тем, кто потерял сыновей, мужей, братьев. Тебе же предлагают отличное, более утоляющее. Твой сын герой. А иначе придется выкручивать себе мозг, думая, а за что же он умер, или кому это было нужно. Им даже войну войной нельзя называть. А еще и выплаты. Если не поблагодаришь, то и шанс выплаты не получить. Мало того, что без сына, так еще и остаться без денег. Я еще в 2014-м думала, что вот пойдут в Раисю гробы, мамочки и жены поднимут вой, и война закончится. Потом поняла, что этого не будет, и с ужасом ждала полномасштабную войну. К моему ужасу все так и случилось. Россиянам до сих пор не смогли ясно объяснить, за что они умирают на фронте. Поэтому единственной мотивацией для них остается материальная составляющая. А именно выплаты от государства и возможность вывести награбленные в Украине ценности. Моральный дух, находящийся в Украине российских военных, крайне низок. А последние поражения на поле боя ухудшили ситуации до критического уровня. В то же время украинцы сражаются за собственные семьи, землю и свободу, что помогло добиться успеха в борьбе с врагом, превосходящим их в численности. Слава ВСУ! Слава Украине! 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 Слава Украине!